Уважаемые коллеги, с 2021 года изменяется порядок допуска профессиональной деятельности медицинских работников. Необходимо будет предоставить комиссию документы о том, что за последние пять лет вы прошли курсы повышения квалификации, суммарно 144 часа за пятилетний период, и самостоятельно заработали определенное количество кредитов, баллов, учебных часов за свою активность, участие в конференциях, семинарах, вебинарах. Цикл вебинаров для врачей первичного звена – это уникальный проект Ассоциации СИРАНО и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Это возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования, не отрываясь от экрана домашнего компьютера во внерабочее время. Циклы вебинаров выстроены по 9 темам, которые идут как уроки в одно и то же время по выходным дням. В 16.00 начинается курс «Донтальная имплантация». Читают доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стаматовы. В 16.30 начинается курс «Дифференциальный диагноз». Его читают доцент Этери Борисовна Мумладзе, профессор Андрей Леонидович Заплатников. В 17.00 начинается курс «Актуальные вопросы лорорганов». Его читают профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования помогает выстроить вектор профессионального развития на ближайший пятилетний период. В 17.30 начинается курс «Актуальные вопросы на неонатологии». Его читают профессора-неонатологи Наталья Ивановна Ахмина, Николай Павлович Шабалов и Андрей Леонидович Заплатников. В 18.00 будет начинаться курс «Современный врач». Его прочтут член-корреспондент, профессор Дмитрий Алексеевич Сычев, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Виктор Викторович Макаров. В 18.30 будет начинаться интереснейший курс «Неврология для педиатров». Его читают профессора Валерий Петрович Зыков и Андрей Леонидович Заплатников и сотрудники кафедры детской неврологии. Образовательные мероприятия реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей Академии. Подобная связка обеспечивает получение современных знаний, умений и компетенций в соответствии с профессиональными стандартами. В 19.00 курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии» читает профессор Ольга Дмитриевна Остроумова и сотрудники кафедры полиморбидной патологии. В 19.30 пройдет курс «Избранные вопросы хирургии для педиатров» читают профессор Ольга Витальевна Карасева и сотрудники НИИ травматологии детской хирургии. В 20.00 начнется курс «Диалоги с профессором Ириной Николаевной Захаровой», заведующей кафедрой педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. И если ваш нос любознателен, то мы приглашаем вас на вебинары выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте, www.edodifissirano.ru Уважаемые коллеги, добрый день! Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования – это наиболее опытное и уникальное учреждение дополнительного профессионального образования – мы реализуем программы в области повышения квалификации в 1930-го года. В настоящее время дополнительное профессиональное образование врача преобразуется в так называемое непрерывное медицинское образование. Эта непрерывность вполне естественна для врача, так как согласуется с его естественной потребностью повышать свою квалификацию и приобретать новые знания, умения и компетенции. Непрерывное медицинское образование представлено двумя частями – это образовательные программы, которые реализуются в нашей академии, нашими кафедрами, и образовательные мероприятия, которые реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей академии. Ассоциация «Сирано» приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Уважаемые коллеги, добрый день. В результате нашей встречи я коротко напомню, кто такие врачи-клинические фармакологи и какова их роль действительно сейчас. А сейчас действительно очень актуальна их функционал тех медицинских организаций, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19. И кроме того, мы выступим с презентацией некой инициативы, которую мы пилотно уже начали, нашего информационного центра для медицинских организаций, пока для некоторых работает по вопросам фармакотерапии пациентов с COVID-19. Моя фамилия Сычев, зовут меня Дмитрий Алексеевич. Я ректор и заведующий кафедры клинической фармакологии и терапии Российской медицинской академии непрерывно-профессионального образования. Итак, поговорим о роли клинических фармакологов сейчас в период пандемии COVID-19. Надо сказать, что наша специальность относительно молодая. Всемирная организация здравоохранения признала специальность клинического фармакология в 1971 году. Вы перед собой видите циркулярное письмо Всемирной организации здравоохранения, которое было переведено на русский язык в 1974 году, где уже утверждалась дисциплина клинической фармакологии не только как дисциплина учебная для медицинских университетов, но и как дисциплина для подготовки специалистов в области клинической фармакологии. Документ в Озовске был обновлен в 2013 году, где были сформулированы основные современные принципы работы клинических фармакологов, главным образом в Европе, потому что кураторами этого документа являлись лидеры европейской клинической фармакологии. И эти два документа связаны с именем человека, который является определенным лидером клинической фармакологии в Европе, профессором Шелклистом. Итак, с позиции Всемирной организации здравоохранения и Международного союза базисной клинической фармакологии, клинический фармаколог должен заниматься вопросом индивидуализации применения лекарственных препаратов. В зависимости от заболеваний основных и сопутствующих, в зависимости от функций печени и почек, в зависимости от того, какие лекарства он принимает, в том числе в условиях полипрагмазии. Сейчас это как нельзя актуально, так как именно эти категории пациентов наиболее подвержены COVID-19, и именно эти категории пациентов наиболее часто испытывают осложнения от этой инфекции. Это пациенты пожилого и старческого возраста с полиморбидностью, полипрагмазией, есть особенности течения этого заболевания у беременных, особенности применения препаратов у беременных и лактирующих, а также детей. Кроме того, по этому документу клинические фармакологи должны заниматься экспертизой новых и старых лекарственных препаратов, имеется в виду участие в клинических исследованиях, участие в различных регистрах и так далее. Сейчас время, когда практически все эти атропные препараты применяются off-label и фактически в режиме проведения таких подобных клинических исследований, накопления данных в рамках пациентских регистров. Кроме того, по документу ВОЗ за клиническими фармакологами закрепляется организация и функционирование так называемых терапевтических или формулярных комитетов. В некоторых медицинских организациях в нашей стране они созданы, и их функционируют, курируют именно клинический фармаколог, там, где он существует. И, по сути дела, эти формулярные комитеты определяют список тех препаратов, которые закупаются и применяются данной медицинской организации, что особенно актуально, и эти как раз структуры должны активно и оперативно работать в условиях COVID-19, когда необходимо соответствующее понимание, какие лекарственные препараты и в каких объемах нужны той или иной медицинской организации. Очень важный момент, что с позиции экспертов ВОЗ именно клинические фармакологи должны информировать врачах по вопросам эффективности и, что важнее, безопасности применения лекарственных препаратов. Сейчас это как нельзя актуально, так как те лекарства, которые выходят на первый план в плане театрубной терапии, это лекарства, которые применяются при других заболеваниях, ВИЧ-инфекция, ревматические заболевания, малярия, о которых большинство врачей только, может быть, слышало, но никогда в жизни не применяло. Поэтому вопросы эффективности и безопасности, информированные врачи об этом, также ложатся на клинического фармаколога. Также с позиции экспертов ВОЗ именно клинический фармаколог должен курировать вопросы профилактика мониторинга побочных реакций и, по сути дела, организовывать фармаконадзор в медицинской организации. Известно, что те препараты, которые применяются off-label, вне показаний наиболее часто вызывают в реальной клинической практике неблагоприятные побочные реакции, что мы с вами и видим сейчас при назначении данной группы лекарственных препаратов. И, наконец, именно в очереди клинических фармакологов это вопросы персонализации применения фармакотерапии в позиции новых технологий, фармакогенетических, фармакокинетических. Однако это пока еще наука. Да, запланирована наука в условиях COVID-19, но необходимо ее развивать, выявлять биомаркеры эффективности и безопасности тех препаратов, которые мы пытаемся применять при этой инфекции. В нашей стране специальность клинической фармакологии появилась в 1997 году. Вчера, 5 мая, традиционно мы празднуем неофициальный такой праздник клинического фармаколога, потому что именно 5 мая 1997 года выходит приказ Минздрава о введении в Российской Федерации специальности клиническая фармакология. Именно этим приказом мы руководствуемся, а также рядом других нормативных документах, это приказ Минздрава о совершенствовании деятельности врачей-клинических фармакологов и порядок оказания медицинской помощи по профилю клиническая фармакология. Сейчас в Российской Федерации насчитывается 700-800 клинических фармакологов, включая сотрудников кафедр клинической фармакологии медицинских университетов, где существуют отдельные кафедры, где-то курсы при кафедрах либо фармакологии, либо других кафедрах, как правило, терапии и так далее. Какие же показания в настоящее время существуют в консультации врача-клинического фармаколога в соответствии с приказом Минздрава порядок оказания медицинской помощи по профилю клинической фармакологии? Как соотносятся эти показания в сегодняшней ситуации с инфекцией COVID-19? В соответствии с этим приказом клинический фармаколог должен консультировать пациентов с неэффективностью проводимой фармакотерапии. Действительно, сейчас очень много возникает вопросов у врачей, которые ведут пациентов с COVID-19, как поступать, если схемы, которые прописаны во временных методических рекомендациях, не работают? Как менять эти схемы? Это вопрос действительно весьма-весьма актуальный, на который не существует однозначного ответа. Кроме того, показанием к консультации врача-клинического фармаколога является назначение лекарственных препаратов с узким терапевтическим диапазоном. Препараты ретонавира и лапинавира калетра являются такими препаратами. Кроме того, такими препаратами являются и антималярийные препараты, также препаратами с узким терапевтическим диапазоном. Когда разница между минимальной эффективной и максимальной безопасной концентрацией очень низка, соответственно, высокие риски передозировки и соответствующих медикаментозных осложнений. Кроме того, по приказу Минздрава мы должны, клинические фармакологи должны консультировать пациентов с серьезными неблагоприятными побочными реакциями или непредвиденными. Сейчас, когда расширены показания для тех же противомалярийных препаратов, для препаратов лечения ВИЧ-инфекции, для некоторых других лекарств, это моноклональные тела, которые ранее применялись в основном в рематологической и драматологической практике, конечно же, количество побочных реакций увеличится. Необходимо будет изучать условия и предикторы этих побочных реакций для того, чтобы выносить изменения в инструкции, в соответствии с клиническими рекомендациями и разрабатывать методики профилактики данных медикаментозных осложнений. Кроме того, клинические фармакологи должны консультировать пациентов, которые получают лекарственные препараты, риски медикаментозных осложнений от которых действительно высоки в условиях, опять же, наличия факторов риска. Напомню, что наши пациенты, особенно с осложнениями COVID-19, это пожилые пациенты с мультиморбидностью, сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями. Конечно же, в этих условиях риски побочных реакций тех препаратов, на которые мы надеемся, которые рассматриваются как препараты театропной терапии, увеличиваются, особенно из-за возможных межлекарственных взаимодействий. Опять же, в условиях полиморбидности и полипрагмазии. Это следующий пункт показания к назначению консультации врача-клинического фармаколога. Кроме того, наиболее часто, ну так традиционно сложилось, показанием к назначению консультации врача-клинического фармаколога является коррекция антибактериальной терапии и решение о назначении препаратов из группы антибактериальных препаратов, препаратов резерва. Это традиционное показание, которое очень актуально, весьма актуально сейчас, когда присоединяется бактериальная инфекция и когда, по сути дела, мы этих пациентов с COVID-19 ведем и на предполагаемой театропной терапии, и на антибактериальных препарат. Включением азитромицина, который, по некоторым данным, может усиливать противовирусное действие препаратов гидроксихлорохина, хлорохина и других противомалерийных препаратов, а также выступать в качестве, собственно, антибактериальных средств. Кроме того, клинический фармаколог должен консультировать пациентов для выбора оптимальных режимов дозирования при нарушении функции печени и почек, которые могут быть у этих пациентов, особенно тяжелых пациентов в условиях реанимационных отделений, и пациентов с подозрением на генетические детерминаты развития неблагоприятных побочных реакций. В настоящее время функционал клинического фармаколога регламентируется документом, который практически уже скоро будет нормативным документом. Это профессиональный стандарт врача-клинического фармаколога, который был разработан Ассоциацией клинических фармакологов, который прошел экспертизу и в Минздраве, и в Минтруде, и готов, соответственно, к тому, чтобы быть подписанным и уже находиться в статусе нормативного документа. Именно в этом документе прописываются трудовые функции, трудовые действия, какими знаниями и умениями должен владеть клинический фармаколог для оказания медицинской помощи, в том числе и медицинской помощи в новых условиях пандемии COVID-19. Обращу внимание на несколько трудовых функций, которые очень сейчас востребованы в условиях пандемии и для тех медицинских организаций, которые перепрофилированы и оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Наша главная трудовая функция – это консультирование врачей, специалистов и пациентов. Обращаю внимание, что у нас, в отличие от других специалистов узких, не только консультирование пациентов, но и значится в профессиональном стандарте консультирование врачей-специалистов. По каким вопросам? Вот я как раз выделил, каждая трудовая функция в профессиональном стандарте раскрывается, трудовые действия, знания и умения. И в нашем профстандарте то же самое. И что касается этой консультативной трудовой функции, у нас сказано, что мы должны консультировать врачей, специалистов и пациентов, в том числе тех, которые получают лекарственные препараты с нарушением показаний, с нарушением инструкции, офф-лейбл, для которых характерно высокий риск развития неблагоприятных побочных реакций. Я выделил это трудовое действие как раз красным. Как раз сейчас это как нельзя актуально. Помним, что все эти препараты, которые регламентированы временными методическими рекомендациями, это препараты, которые применяются офф-лейбл. Это препараты, которые должны применяться обязательно после согласования и оформления так называемой врачебной комиссии в соответствующей установленном порядке. И, соответственно, при их применении должно браться информированное согласие от пациентов и их законных представителей. Потому что ни одного препарата в настоящее время в Российской Федерации, одобренного для официально в качестве препарата лечения коронавирусной инфекции, и что бы зафиксировано было бы в инструкции, не существует. Также мы консультируем врачей-специалистов и пациентов в тех случаях, когда необходимо спрогнозировать и, соответственно, профилактизировать, возможно, межлекарственное взаимодействие. Тех препаратов, которые применяются для этиотропного лечения, с препаратами, которые уже получают наши пациенты, в силу полиморбидности и полипрогмазии. То же самое пациенты с патологией печени и почек – это консультация врачей и пациентов на предмет выбора наиболее эффективной и безопасной дозы для данного лекарственного препарата. То же самое консультирование для пациентов, которые испытывают неблагоприятные побочные реакции. И особые категории – это беременные и лактирующие, где тоже необходимо выбрать наиболее эффективный и безопасный препарат не только для самого пациента, но и для ребенка, который кормит, и принять соответствующие решения, и для плода. Еще одна функция, трудовая функция, которая регламентирована в профстандарте врача-клинического фармаколога – это мониторинг антибиотикорезистентности. И здесь хочу обратить внимание, несмотря на то, что мы находимся в экстремальной ситуации и назначаем антибиотики, антибактериальные препараты в соответствии с внутренними протоколами, которые, как правило, созданы на основе временных рекомендаций, необходимо клиническому фармакологу анализировать адекватность выбора данных препаратов в эмпирических схемах или руководствуясь результатами микробиологического исследования. И, как здесь тоже регламентировано в профстандарте, несмотря на экстремальную ситуацию, мониторить резистентность флоры и принимать соответствующие решения локально в каждой медицинской организации по возможному ограничению тех или иных антимикробных препаратов для профилактики и сдерживания соответствующей резистентности. Еще одна наша трудовая функция врача-клинического фармаколога в нашем профстандарте – это персонализация применения лекарств на основе технологий фармакогенетики и терапевтического лекарственного мониторинга. Сейчас, конечно, в настоящее время это не актуально, но на будущее это будет очень актуально, так как мы видим, что наши пациенты по-разному отвечают на терапии противомалярийными препаратами, калетрой, тоцелезумабом, другими моноклональными антитилами. Необходимо искать биомаркеры-кандидаты, которые позволят в будущем персонализированно подойти к выбору препаратов и найти в зависимости от сочетания этих биомаркеров фармакогенетических биомаркеров. Это могут быть маркеры, связанные с биотрансформацией и транспортом этих лекарственных препаратов или непосредственно с фармакодинамикой. Это полиморфизмы системы реминант-гипотенциальностероновой системы, полиморфизмы интерлейкинов и других соединений, которые принимают участие в системном воспалительном ответе. Так вот, на основании этих биомаркеров в будущем возможно выработать индивидуальные схемы выбора тех или иных препаратов, которые будут наиболее эффективны и безопасны. И мы запланировали такие исследования, и, соответственно, это весьма и весьма будет актуально. Еще одна наша функция – это проведение фармакоэкономического и фармакоэпидемиологического анализа. Посмотреть, насколько экономически целесообразно выбирались, закупались те или иные лекарственные препараты и применялись. Конечно, это дело будущего. Посмотреть в таких экстремальных условиях, как работает фармакоэпидемиология и какие выводы необходимо сделать. Но это работа клинического фармаколога на будущее. А вот работа клинического фармаколога сейчас – это участие клинического фармаколога в выборе тех лекарств, которые будут применяться в данном стационаре для локальных протоколов, в оформлении соответствующих заявок на закупок, а по сути дела это оперативная работа формулярной комиссии и внедрение в формуляр тех препаратов, которые нужны сейчас, на данный момент для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19. Да, мы привыкли и мы знаем, и в 37-й статье, с вами обновлено, написано, что наша медицинская помощь должна основываться на клинических рекомендациях. Но сейчас такие условия, что вот это положение, оно немного трансформировается. Помним, кстати, что у нас действует приказ Минздрава о порядке утверждения и применения клинических рекомендаций, в соответствии с которым разрабатывают клинические рекомендации наше профессиональное сообщество, рассматривая специальный научно-практический совет при Минздраве, после которого уже сообщество утверждает данные клинические рекомендации. Это так было в мирную жизнь. Но и сейчас клинические рекомендации, прошедшие соответствующие процедуры по этому приказу, размещаются на сайте рубрикатора клинических рекомендаций Минздрава. И недавно были утверждены именно клинические рекомендации, не временные методические, а клинические рекомендации по лечению COVID-19, которые разработано Национальное научное общество инфекционистов. Научно-практическим советом эти рекомендации утверждены оперативно, в силу их необходимости. Также было отмечено экспертами и членами этого совета, а там около 50 экспертов в высочайшем уровне и один клинический промоколог, ваш покорный слуга, высказали некие замечания. И в протоколе утверждения этих клинических рекомендаций сказано, что разработчики должны эти замечания оперативно исправлять, поэтому у нас уже есть и клинические рекомендации. Но абсолютно новый жанр для нас это так называемые временные методические рекомендации, которые разрабатываются экспертами под эгидой Минздрава, которые обновляются буквально в режиме реального времени почти каждую неделю, какие-то препараты уходят, какие-то применяются, и это абсолютно новый жанр. Потому что если в основе клинических рекомендаций лежит доктрина доказательной медицины, то здесь, казалось бы, те исследования, результаты, которые в мирное время даже не принимались журналом уровня Q4, в настоящее время рассматриваются как перспективный препарат. Например, в последние клинические рекомендации вошел препарат на основании одного исследования, которое было опубликовано в зарубежном журнале, где в основной группе участвовало всего лишь 12 тяжелых пациентов с респираторным дистресс-синдромом. На основании этого были внесены соответствующие изменения в клинические рекомендации. Все, что в методических рекомендациях во временных находится, те препараты, которые позиционируются как атеотропные, еще раз повторюсь, это офф-лейбл. Противомалярийные препараты, препараты лечения ВИЧ-инфекции, препараты моноклональных антител. Повторюсь, необходимо обязательно оформлять врачебной комиссии и, соответственно, брать информированное согласие о том, что эти препараты будут применяться у пациента или у, соответственно, родственников. У родственников, законных представителей. Еще печальная с точки зрения доказательности ситуация с профилактическим применением лекарственных препаратов, особенно у категории людей, которые постоянно контактируют, у медиков. Здесь доказательной базы совсем не существует или она была на других нозологиях для других инфекций. И, опять же, это все офф-лейбл по незарегистрированным показаниям. Тем не менее, клинические исследования идут, в том числе по тем лекарствам, которые я перечислил. И этот материал, этот анализ клинических исследований профессора Колбина Алексея Сергеевича показывает, что количество исследований действительно увеличивается. И российских тоже исследований, в том числе и по изучению отечественных оригинальных лекарственных препаратов. И мы ожидаем быстрой публикации этих исследований, быстрой принятия соответствующих решений по включению этих препаратов во временные методические рекомендации, клинические рекомендации и соответствующих показаний в инструкции к медицинскому применению. Ну вот пример, на основании чего во временных методических рекомендациях появляются те или иные препараты, в данном случае противомалярийные препараты. На основании небольших исследований очень часто либо неконтролируемых, либо группа контроля формировалась проспективная или ретроспективная историческая контроль. Качество таких исследований небольшое, поэтому анализируя все это, всю эту методологию, у меня вот родилась такая аллегория, что сейчас вот в такой экстремальной ситуации происходит некая трансформация в умах экспертов, в умах врачей. И если раньше у нас основное было это медицина основана на доказательствах, так называемая evidence best medicine, то сейчас у нас медицина становится медицина основана на надеждах. Но эти надежды тоже должны иметь определенное основание, определенное научное обоснование и научную почту. Для чего? Для того, чтобы избегать того, что, к сожалению, сейчас имеет место быть. Когда появляются такие фейковые новости, к сожалению, и от врачей хочется верить нескорыстных соображений, фейковые новости средств массовой информации, фейковые новости даже от политиков, когда заявляется, что найден тот или иной препарат, который может помочь в плане профилактики или лечения COVID-19 и необходимо его обязательно применять. Причем это распространяется по социальным сетям, и мы встречались даже с тем, что иногда клинические фармакологи через наш чат, у нас существует чат клинических фармакологов, за этот вопрос главный врач посмотрел в сети выступления из одного из докторов, который сказал, что вот помогает вот это, что не включено ни в какие методические или клинические рекомендации, поэтому давайте закупать данный препарат. Это называется торговое название. И, конечно же, в этой связи врачи испытывают информационный голод, и нужна информация, обоснованная информация для принятия соответствующих клинических и соответствующих и управленческих решений в плане, опять же, решения по закупкам и по приобретению и включению довольно препаратов в формуляр медицинской организации. Не на все вопросы отвечают клинические рекомендации по COVID-19, не на все вопросы отвечают временные методические рекомендации, которые разрабатываются под эгидами здраво и обновляются постоянно, а таких информационных вопросов все больше и больше.